Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот красивая, яркая, плотненькая коробочка. Это беспроводные датчики давления в шинах. Очень популярна среди автомобилистов. Особенно у тех, у кого машины уже с такого приличного года выпуска. Потому что новые автомобили, как правило, уже оборудуются встроенными датчиками в шины. Это такие специальные ниппеля, в которых внутри есть блютузные передатчики. И они подсоединяются к бортовой системе автомобиля. Но если у вас автомобиль старенький, то, естественно, такой системы не было. Нет, не было еще в те годы. Например, вот у жены сейчас новый Hyundai. Да, бюджетный как бы даже вариант. Но, тем не менее, вот такая система контроля давления шин, она есть. Вот. Когда она, жена, как-то позвонила и сказала, что это у меня за индикатор такой горит. Я даже не знал, честно говоря, что это... Я первый раз такое слышу. Пришлось лезть в мануал в интернете. И говорить, что это у тебя проблема с какой-то шиной. Тем не менее, она вышла, посмотрела, все нормально вроде бы с шиной, да. Но оказалось, уже она поехала на СТО через несколько часов, что там был какой-то саморез. Где-то она попала шиной. И даже незаметный, даже незаметная утечка воздуха все-таки была. И поэтому, в общем-то, за воздухом в шинах надо следить. Так что, если ваш автомобиль не оборудован такой системой, и вы собираетесь, например, в дальнее какое-то путешествие, то я рекомендую присмотреться к такой недорогой системе. Она стоит недорого, но зато вполне оправдывает себя, когда вы не знаете, что у вас там, собственно, творится с шинами по дороге. И особенно, если вы ездите часто по камням, по грунтовым дорогой и тому подобное. Ну и давайте посмотрим, что в этой коробочке. Значит, открываем. Здесь у нас идет инструкция на английском языке. Вот, приложен даже какой-то сертификатик. О чем-то кому-то, наверное, говорящий. Инструкция по пользованию, как устанавливать эти датчики. И самое главное, я хочу сказать, что эта система не требует никакого дополнительного оборудования. То есть, все показания давления, кстати, она еще и меряет и температуру в шинах, температуру, насколько ваши шины нагрелись. Оно все использует смартфон и по блютузу передаются данные с датчиков на смартфон, установленный в вашем автомобиле. Ну, собственно, вот внутри, вы видите, тут идет 4 датчика на каждое колесо. Они все подписаны. Передняя правая, передняя левая и тому подобное. Идет вот такой комплект для закручивания. Специальная такая вот красивая гайка. И идут гаечки, это контргайки, чтобы крепче закрепить. И ключик специальный. Ну, давайте попробуем одну штуку вытащить. Сейчас пойдем ее ставить. Вот такая вот идет насадка на ниппель. Ну и, собственно, не знаю, разборной, не разборной. Нет, есть разборной, но там внутри ключик. То есть, там, скорее всего, стоит батарейка и чип. Вот, давайте пойдем теперь попробуем поставить эту систему на колеса. И посмотрим, как подключается и как она работает. Так, вот у нас переднее левое колесо. Мы берем тот датчик, который отмечен front-left. И попробуем поменять вместо ниппеля. Не вместо ниппеля, а на ниппель. Ой, сейчас у нас. Мы сюда сначала одеваем. Одеваем вначале контргайку. Так. И потом одеваем вот этот вот датчик. Надо закрывать быстро, чтобы воздух не успел выйти. Так. И затягивается вот таким ключом. И теперь с помощью вот этого ключа мы... Да, тут так даже не совсем удобно, конечно, подлезть. Но зато контргайкой будет надежней. Вот так вот надеваем. Все. Зажато. И тут хорошо держится. Так, одеваем остальные колеса. Так, значит, приложение называется, для того, чтобы оно работало, называется Smart TPMS. Вот. Здесь я уже один попробовал подключить. Но данные будут видны только, когда машина поедет. Значит, manual. Вот я ввел этот код. Здесь я ввожу код с вот этих вот картинок, которые идут в инструкции. Ввожу сюда. 10. Эй. 1. 5. Окей. Следующую. Вот я проехал буквально тут 50 метров. И смотрю, вот оно говорит уже, что два колеса чуть-чуть меньше. Это не сильно страшно, но главное то, что работает и все еще и матюкается. Причем, если я... То есть, он дальше будет еще ругаться. Ага. То есть, пока ты... Значит, что можно сделать? Тут есть настройки. Во-первых, голосового предупреждения. Выключим пока его, чтобы он не ругался. Есть максимальная тревога при максимальном. Да, там троечка, например, стоит. Я поставлю сейчас 1,8 для минимума. Вот. А, это для передних. Для задних отдельно. Температуру показывает. И перегрев температуры при, например, сейчас стоит 65 градусов. Вот. И сброс. То есть, если я сейчас уменьшил. Самое главное, что система работает в бэкграунде. То есть, не нужно ничего запускать, никакие программы. То есть, у меня обычно навигатор стоит. И вот. Теперь будет еще по умолчанию такая система за контролем. Вот на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И впереди еще много-много интересного. Всем пока.